Первая точка демонтажа – металлические гаражи на улице Крылова, 6Б. Пять гаражей были установлены на муниципальной земле незаконно. Дети здесь играли, а родители переживали, чтобы ребята не получили травмы. Горы мусора между гаражами никто не убирал. Два десятилетия металлические конструкции захламляли придомовую территорию. Управление муниципального контроля на основании межведомственной комиссии 26 августа 2014 года принято решение демонтировать некапитальные объекты, на которые земельно-правовая документация не оформлена. Содержимое металлических конструкций переписали. Для демонтажа задействовали две единицы спецтехники. Демонтированные объекты отвезли на специальную площадку для хранения. Для возврата объекта в собственнику необходимо обратиться в управление муниципального контроля и предъявить документы, подтверждающие право собственности. Хранятся демонтированные объекты 6 месяцев, потом утилизируются. Дворовую территорию на улице Крылова освободили от пяти гаражей. Жители уже знают, как благоустроят территорию. Слова огромной благодарности, я думаю, выражаю от жильцов всего нашего дома за то, что так оперативно решен вопрос со сносом гаражей. Это один из самых острых вопросов. Это было надо сделать давно и привести территорию в порядок, чтобы дети играли, люди отдыхали, деревья были, лавочки и столики. То есть облагораживать надо территорию. На курорте демонтировали еще одну точку общепита. На углу улиц Кати Соловьяновой и Красноармейской. Холодильное оборудование, столики и столы предприимчивый бизнесмен незаконно расположил на земле общего пользования. Не оформил ни одного документа. На решении Международной комиссии администрации муниципального образования 26 августа было принято решение о демонтаже оборудования, которое установлено на территории общего пользования. Собственнику было предложено либо в добровольном порядке демонтировать это оборудование, либо администрация своими силами бы демонтировала. Собственник согласился это произвести демонтаж оборудования за свой счет. Еще одной незаконной точкой общепита на курорте стало меньше. Металлопластиковые торговые киоски на улицах Гребенская, 22 и Крестьянская, 2 были установлены незаконно. Предприниматель сам демонтировал нелегальные киоски. По решению Межведомственной комиссии в селе Витязево демонтируют 7 незаконно размещенных объектов, 6 деревянных роллеров и столовую. За август специалисты управления муниципального контроля составили 335 протоколов за нарушение правил благоустройства, строительства и размещения торговых точек.